Более 600 тысяч квадратных метров дорожного полотна вошло в план ремонта 2018 года. Большая часть работ уже выполнена, отметили на еженедельном оперативном совещании в администрации Щелковского района. Недавно был завершен ремонт улицы Сиреневой в городе Щелково в процессе улицы Комарова. Глава района Алексей Валов подчеркнул, что на следующий год финансирование необходимо увеличить. Увеличить еще на 2019 год по объемам и площадям. Ну и по адресам, конечно. Потому что в поселениях многие сейчас дороги отпаспортизировали. Конечно, надо приводить их в нормативное состояние. Конечно, на основании этого надо строить заявку в МТДИ. Я прошу тоже взять на особый контроль. Также обсудили вопросы приведения в порядок пешеходной зоны вдоль главной трассы города Пролетарского проспекта. «Предприниматели плохо следят за состоянием прилегающей территории. Все нарушители порядка будут привлечены к административной ответственности. Спасибо, что у Никита Александровича есть такие коллеги предприниматели. Они вышли заранее и сейчас там асфальтируют то, что все было разбито с одной стороны улицы Пролетарского проспекта и с другой стороны улицы Пролетарского проспекта». До 1 сентября будет завершен ремонт и асфальтирование тротуаров на маршрутах к пяти школам Щелковского района. Так реализуется программа «Дорога в школу». Об этом рассказал заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Юрий Родионов. На данный момент работы идут рядом с 14-м лицеем, школами Гребневской, Турбинской, номер 2 и номер 11. «На 11-й школе неплохо. Расширили тротуар по улице Институтской и сделали прямо до самой школы». Обсудили на совещании и подготовку к осенне-зимнему сезону в сфере ЖКХ. Готовность Щелковского района к отопительному периоду составляет порядка 70%. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелкова.